Здарова, братва! Итак, короче, последнее видео у нас было про бегущие поворотники, поэтому в этом видео уже были собраны фары до того, как вышло то видео, поэтому в этом видео я решил просто показать вам фары, ну, немного объяснить, что к чему. Чего они влезут в кадр-то? Пойди влезут. Итак, в том году были куплены абсолютно новые фары, самые дешевые китайские. По идее нужен был мне только корпус. Ну, короче, мне нужны были просто фары, короче, для полного разбора, чтобы пока не трогать штатные, чтобы можно было ездить. И поэтому были куплены, так, сделаем пока вот так вот, были куплены китайские фары, самые дешевые, потому что изначально должно было все переделываться. Итак, в данном случае, ну ладно уж, засветил. Так, в данном случае у нас получились вот такие вот фары. Я думаю, выглядят неплохо. Это тот самый бегущий огонь. Так, кто спрашивал, как я их устанавливал, я их, короче... У них вот эти штыри идут, которые, как я понял, для фиксации. Я сначала решил сверлить фару. Вот здесь вот сверлить фару и их туда вставлять. Ну, типа, крепить с помощью них. Это не увенчалось успехом, поэтому я решил их просто на анакрилат вот так вот приклеить. В фаре это, в принципе, вот так вот это не видно будет. Но если кто-то будет подходить очень близко и присматриваться, конечно, это будет заметно сразу же. Что вот у меня дырка просверлена и провода уходят внутрь фары. Ну, то есть за маску. Так, ну, что рассказать? Ну, давайте расскажу по функционалу. Итак, у меня есть видео дневных ходовых огней. Вот здесь он будет стоять. То есть он сейчас стоит в машине. Правда, сейчас не горит, потому что он у меня был подключен от автоматического выключения. А так как пока вольтаж падает на АГМ-аккумуляторах, то есть за счёт этого он ещё его подсаживает. Поэтому я пока на зиму отключил. Здесь будет он также стоять, но будет сделан подив всё-таки от зажигания. Нафиг эти все автовключения. Вот так вот покажу автовключение, автовыключение. От этого надо уходить. Так, сюда пущу от зажигания через релюху. И ходовой огонь будет через релюху также у меня. Ну, вот оба запитаны будут. И также оба поворотника будут запитаны. Далее, здесь у меня стоит видос у меня где-то есть. Не знаю, видно будет, не видно. Ну, вот видно на просвет, что шторка есть. Так, здесь у меня стоит светодиод X6P70. Самый яркий китайский светодиод. И, то есть, ну, через ксеноновую линзу, короче, он будет светить. В принципе, я так попристреливался. Светит он очень ярко, не хуже ксенона. Так, и вместо дальнего света я поставил, короче, ленту светодиодную. И здесь сделал вот такую вот интересную маску. То есть, здесь у меня два черепа. На включение габаритов будет включаться подсветка. Ну, сейчас все покажу. Ну, кроме светодиодной линзы. Включать сейчас не буду, у нас стабилизатор. Давайте пробежимся по тому, что есть. Блин, не царапать фару. Стекло поди закатаю в пленку, потому что, говорят, китайские, желтеют. Поэтому сверху покрою пленкой. Так, здесь у нас будет заменен на светодиодный ходовой огонь с поворотником. Короче, все, что здесь стоит, я оставлю ссылки в описании. Так, здесь будет ходовой огонь с поворотником. Далее, здесь штатный выход. Я отрезал провода сейчас. Так, теперь главное здесь вспомнить, что куда. Так, желто-коричневый провод. Это у нас будет идти на фару. Далее у нас идет общий минус. Это коричневый. Зеленый это габарит. И белый это у нас дальний свет. То есть, будет подниматься шторка на дальний свет. Так. Далее. По светодиоду. Шок-контент сейчас будет. Так, здесь у меня установлен кулер. Там, не знаю, будет видно, не видно, что там стоит. Ну вот видно, что термоклеем залито. Ну это соединение просто, чтобы провода не болтались. Вот там вот стоит светодиод. Радиатор. И снизу радиатора еще стоит кулер. То есть, два кулера. Тот кулер идет на обдув радиатора. А этот кулер я сначала сделал на вдув. Вдув не особо хорошо работает. Вот через такое отверстие. Ну, через гофру. И поэтому я решил сделать его на выдув. На выдув, в принципе, он работает нормально. Так, чтобы в фаре была циркуляция. И чтобы вывести провода на... Как сказать-то? На эту полоску с бегущим огнем. В дальнем свете вот так реализовано это. Вот. Здесь выведены провода, которые идут на саму полоску. И то есть, они будут через такую трубку выведены. И заодно, за счет этого, так как здесь выдув, в принципе, будет за счет этого дополнительного отверстия и вот этих вентиляций, будет фара вентилироваться. Думаю, потеть не должна. Так, и с охлаждением, надеюсь, будет все тоже. Все будет. В принципе, все проверено в фаре. Работает стабильно. А, ну я сейчас еще подключать буду. Так, по габариту. Габарит у нас, вот эти два провода. Габарит будет включаться у нас, ну, штатно. Штатно включается габарит. Он идет на светодиодную ленту, вот на этот отражатель. И на ту маску с черепами. И также он идет... И также он идет на включение вентиляторов. То есть, при включении габаритов у нас включаются вентиляторы. И при включении уже ближнего света, вот этих двух, у нас уже будут работать вентиляторы. Я думаю, просто габариты включать днем, я думаю, и ездить без ближнего света я не буду. Это все будет включаться на ночь. Так, ну, возможно, еще на... Вы скажете, что мусора будут докапываться. Я согласен, что будут докапываться. Но я на этот случай все-таки, может, сделаю отключаемую эту маску. Подумаю, еще, может, клавишу сделаю. В принципе, проблем тут никаких не возникнет. Так, ну как нам? Сейчас подключим. И, короче, давайте запуск сделаем. Так, вот наша фара. Ну что ж, погнали, короче, тесты. Ну как не тесты, сейчас просто вам повключаю. Главное, ничего не замкнуть. Как бы раньше времени не сгорело. Так, поехали. Первый у нас тест это габарит и вентиляторы. Так, вот включился у нас габарит. Так, малеха, он, конечно, у нас вверх. Но этой части не будет видно. Она будет под капотом. Поэтому будет светиться вот так вот. Сейчас свет выключу. Ночью, я думаю, будет выглядеть идеально. Так, вот такая у нас подсветка габарита. Так, заработали все кулера. Плюс этот еще. Так, ладно, пока вырубаем. А, не, не вырубаем. Так, с габаритом и дальним светом у нас минус общий. Поэтому сейчас еще сработает. Вот сейчас сработает шторка. Надеюсь, слышно из-за кулеров. Так, это у нас дальний свет будет. Немножко крышку неправильно поставил. Кулер задевает. Дальше переходим к нашему бегущему огню. Так, это будет у нас дневной ходовой огонь на дневное время суток. Светит он, я скажу, неплохо. И далее бегущий поворотник. Ну вот, по идее, все, что я хотел показать. Кому понравилась фара, ставим лайк. Подписываемся обязательно на канал. Ну и ближе. Буду ставить, короче, как сойдет снег. Буду ставить фары. На ближний свет буду брать сигнал, короче, с левой фары на релюху. И с релюхи уже на обе фары через стабилизатор. Все светодиодные элементы будут подключены через стабилизаторы. Поэтому, я думаю, жизни будет долго и счастливо жить они будут. Так, ладно. Всем спасибо, всем удачи. Я думаю, фары вам понравились. Так, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем пока.